Эти рецепты для тех, кто хочет пополнить свою коллекцию блюд из синеньких. Котлеты из баклажанов чем-то похожи на грибные. Это прекрасная альтернатива мясным котлетам. Готовятся они очень просто. Отбивные из баклажанов получаются мягкими и сочными. И их очень вкусно подавать со сметанно-чесночным соусом. Салат из баклажанов по-корейски понравится любителям восточной кухни. Ярко, вкусно, сочно и красиво. Для приготовления котлет из баклажанов синенькие нужно вымыть, просушить и сделать вилкой несколько проколов по всей поверхности. Поместить в микроволновку и готовить на полной мощности примерно 4 минуты. Разрезать баклажаны ножом и выбрать ложкой сердцевину. Измельчить ее ножом. Твердый сыр натереть на мелкой терке. Мелко нарезать петрушку. В глубокой миске соединить измельченные баклажаны. Тертый сыр. Чеснок, выдавленный через пресс. Куриное яйцо. Измельченную зелень петрушки. Две столовые ложки панировочных сухарей. Соль и перец по вкусу. Все хорошо перемешать. Сформировать небольшие котлеты и обвалять их в панировочных сухарях. Разогреть в сковороде растительное масло и выложить котлеты. Жарить по 3 минуты с каждой стороны на небольшом огне. Котлеты из баклажанов готовы. Приятного аппетита! Для приготовления отбивных из баклажанов синенькие нужно очистить от кожуры и нарезать вдоль пластинами толщиной примерно 1 см. В глубокую миску влить воду. Добавить соль и размешать. Погрузить баклажаны в соленую воду и оставить на полчаса. Достать баклажаны из раствора и выложить для просушки на чистое полотенце. Просушенные пластины баклажанов слегка отбить молоточком. Приготовить 3 миски с мукой, сухарями и яйцами. Яйца взбить венчиком. Далее обвалять пластины баклажанов поочередно в муке. Затем обмакнуть в яичную массу, а потом в панировочных сухарях. Разогреть в сковороде растительное масло и выложить за панированные пластины баклажанов. Жарить на среднем огне с двух сторон до румяной золотистой корочки. Приготовить сметанно-чесночный соус. Для этого нужно измельчить укроп. Поместить в миску сметану. Добавить к ней выдавленный через пресс чеснок и нарезанный укроп. Хорошо перемешать. Соус можно приправить на свой вкус. Отбивные из баклажанов вкусно подавать с соусом, как в горячем, так и в охлажденном виде. Для приготовления салата из баклажанов по-корейски, синенькие нужно нарезать длинными тонкими полосками. Сложить полоски в глубокую миску и засыпать солью. Аккуратно перемешать и оставить на 20 минут. Промыть нарезанные баклажаны от соли. И просушить их на кухонном полотенце. Красный лук нарезать тонкими полукольцами. Болгарский перец нарезать соломкой. Натереть морковь на терке для корейской морковки. Зелень мелко нарезать ножом. Приготовить заправку. В глубокой миске смешать 2 столовые ложки оливкового масла, соевый соус, уксус, сахар, молотый черный перец, молотый кориандр и чеснок, пропущенный через пресс. Хорошо все перемешать. Семена кунжута обжарить на сухой сковороде до слегка золотистого цвета. Так салат будет еще ароматней. Разогреть на сковороде 1 столовую ложку оливкового масла. И обжарить полоски баклажанов 6-7 минут на среднем огне, иногда перемешивая их. Переложить обжаренные полоски баклажанов в глубокую миску. К обжаренным баклажанам добавить нарезанный сладкий перец, лук, морковь, зелень и кунжут. Влить заправку и хорошо перемешать. Отправить салат в холодильник настояться на несколько часов или даже на ночь. Приятного аппетита!